Политика РФ, это позор, армянин Багдасаров в открытую пошел против интересов России один из главных армянских провокаторов, пустивших корни в российские СМИ, чуркофоб, пропагандист-подстрекатель Семен Багдасаров, который окончательно обезумел, услышав новости о начале нормализации отношений между Турцией и Арменией, в открытую признал, что он против той политики, которую ведет Россия и ее интересов. Несмотря на то, что Багдасаров постоянно пытался прикрываться имиджем российского патриота, рассказывал сказки о том, как он только за Россию, нервы у него все-таки сдали, ибо ненависть ко всему турецкому у него оказалась выше его Т. Н. Любвих РФ. Теперь его даже российское гражданство не спасот. Так в одном из недавних видео, опубликованных вносящей его фамилию телеграм-канализации, где он распространяет свои больные идеи и мысли, Багдасаров не выдержал и проорался, что нынешняя политика, которую проводит Россия, это не политика, а позор. Причем совершенно не обращая внимания на то, что нормализация отношений между Турцией и Арменией, в рамках которой 14 января состалась первая встреча представителей двух стран, получила положительную оценку со стороны России, Азербайджана, Турции, России, ЕС и даже самой Армении. Одним из первых положительно прокомментировал встречу министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который подчеркнул, что Россия очень рада, что первый диалог спецпредставителей состоялся в Москве. Турция и Армения назначили своих специальных представителей. Россия помогала в том, чтобы такую договоренность достичь. «Мы очень рады, что сегодня первая встреча проходит в Москве. Наша роль сводится к тому, чтобы помочь наладить прямой диалог. Надеюсь, что это будет успешно», — сказал он. Позже спецпредставитель от Армении Рубен Рубинян, рассказывая о подробностях, заявил, что во время встречи со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем обсуждались общие подходы относительно процесса нормализации отношений. По его словам Армения заинтересована в решении реальных проблем. Реальные проблемы — это в первую очередь открытие границы. Во-вторых, это установление дипломатических отношений. «Мы делаем все, чтобы процесс был содержательным и ожидаем, что турецкая сторона проявит такой же подход». На следующей встрече Ереван ожидает предметных переговоров с Анкарей. «Если повестка будет достаточно предметной и серьезной, можно думать о разных местах проведения встречи или о разных форматах», — сказал Рубинян. Одним словом, все страны региона приветствовали данный процесс, но Богдасаров почему-то решил проигнорировать все эти моменты и пустился обвинять Россию в провальной дипломатии. Как обычно, пропагандист-шизофреник, попытался связать нормализацию отношений двух стран, которая протекает без всяких предварительных условий, со своим любимым тезисом о предательском режиме Пашиняна, а потом вовсе начал поливать грязью российскую дипломатию. Когда я услышал о том, что Армения без всяких предварительных условий открывает границы для Турции, я ничему не удивился. Это естественный путь для того предательского режима, который сейчас находится в Армении. Я удивляюсь тому, как к этому относятся у нас в России. Это что такое? Что за странная политика? Меня удивляет позиция нашей дипломатии. Позор это, а не политика, в частности отметил он, выразив недовольство, почему первая встреча проходит именно в Москве. Во-первых, стоит подчеркнуть, что эти истерические убеждения Богдасарова полностью идут в разрез с мыслями, которые изложил Сергей Лавров. Слова главы российского внешнеполитического ведомства дают понять, что России выгодны все эти процессы. Регион должен развиваться в направлении мира и стабильности. Единственный способ, который служит этим целям, нормализация отношений между странами региона, отказ от вражды, укрепление доверия между странами, развитие экономических связей, открытие коммуникации и формирование среды сотрудничества. Все страны региона, в том числе и Россия, приветствуют и поддерживают начало турецко-армянских контактов, инициатором которых является Турция. Нормализация турецко-армянских отношений также обусловливает нормализацию Азербайджана-армянских отношений. В первую очередь это отвечает интересам армянского народа. Поэтому эти процессы необходимо продолжать. Для укрепления доверия должны быть открыты коммуникации между странами, восстановлены, нормализованы связи. Однозначно необходим отказ от враждебных настроений, враждебной идеологии. Если Армения хочет выйти из сегодняшнего тяжелого социального, экономического, политического кризиса, то конечно же она должна изменить свою политику в регионе, продемонстрировать свою благонамеренность, пойти на нормализацию отношений, отказаться от вражды, завоевать доверие стран. Восстановление доверия подразумевает приверженность суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности границ друг друга. Кроме того, начало турецко-армянского диалога ускорит не только процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, но и выполнение обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления, подписанном при посредничестве России, которая заинтересована в мире на Южном Кавказе. Во-вторых, если Багдасаров будет продолжать пытаться тропедировать установленный в регионе мир, то как минимум уже надо проверить законность выдачи ему российского гражданства, ибо давно известно и понятно, что Семен является одним из агентов армянского лобби, которая, паразитируя в России, совершенно не считается с ее интересами, им лишь бы денег побольше заработать, высасывая деньги из российского бюджета. Именно поэтому ему и ему подобным нужна Армения, находящаяся в несчастном положении, ибо тогда выдается больше дивидендов и грантов на ее спасение. Именно поэтому Багдасаров последовательно и регулярно настаивает на том, что Турция является для РФ недружественным государством, и это при том, что официальная позиция России снова диаметрально противоположна. В РФ справедливо видит в Турции союзника, а не противника. Именно поэтому Семен, сколько бы он себя ни называл русским патриотом, прикрываясь русским именем и измененной фамилией Сьянов, выступает как проводник не российских интересов, а интересов армянского лобби. Он перешел абсолютно все границы и является агентом, который заинтересован в том, чтобы Россия бесконечно втягивалась в войны и не имела дружеских отношений. Надеемся, что в России все-таки отреагируют, как на скандальное заявление о ее Т.Н. позорной политике, так и начнут обращать внимание на всю эту кампанию армянских пропагандистов, вредящих стране и долгие годы обманывающих россиян. Таких как Багдасаров, надо судить по соответствующим статьям УК РФ, в крайнем случае, выслать их на историческую родину в Армению, где их кстати тоже ненавидят. Российское медиапространство, в которое пустили корни агенты армянского лобби только оздоровеет, если выгнать всех этих паразитов. А пока они будут продолжать пользоваться привилегиями в российских СМИ, максимально использовать предоставленные им возможности, чтобы дискредитировать политику России. Редактор субтитров А.Семкин